Музыка Все мы хотим быть здоровыми и прожить полноценную, яркую, насыщенную событиями долгую жизнь. Поэтому при встрече мы говорим «Здравствуйте», тем самым желая друг другу здоровья. Прощаясь, мы тоже часто говорим «Будьте здоровы, не болейте». Поздравляя с днем рождения, обязательно желаем здоровья. Но возможно ли сегодня в нынешних условиях постоянных стрессов не совсем благоприятной экологической обстановке быть здоровым человеком? Можно, утверждает телесный практик массажист Ирма Хашукаева из села Даусус. Общий оздоровительный массаж, кинезиология и психосоматика – вот три ключа, которые позволят каждому из нас жить полноценной жизнью и надолго забыть про болячки. Ирма – дипломированный специалист, имеет медицинское образование, почти 20 лет работала в Москве. Пять лет назад прошла специальные курсы и освоила новую методику лечения различных заболеваний без применения лекарственных препаратов. Главное – понять первопричину, уверяет Ирма. И тогда можно все исправить. Человек будет здоров. Итак, Ирма. Кинезиология или больше народ знает ее население как психосоматика. Что это? Это наука, это ответвление медицины. Что это? Чем она занимается? Если брать отрасль массажа, то непосредственно это работа телесной практики. И если брать направление непосредственно определенного какого-либо участка тела, то кинезиология позволяет дать возможность определить первопричину, от чего болит. То есть, к примеру, если у человека болит спина, и непосредственно массажист работает курсом в течение 10 сеансов со спиной, это постепенное расслабление. Но это не выход из ситуации, а кинезиологический тест позволяет найти, от чего болит спина. Потому что бывает такое, что на удивление оно выглядит как волшебство. То есть, человек пришел, как я до этого рассказывала, с проблемой поясничного отдела. И когда по тестированию я поняла, что у него идет заворот стопы, завал колена, и, естественно, перекос уже тазобедренной кости. И это, естественно, давало боль в поясницу. Поэтому кинезиология помогает найти первопричину и устранить ее. А психосоматика — это дополнение к тому, что, когда работаешь с человеком, то есть понимаешь, что эмоция застревает, и она ломает тело. Если выражаться уже более медицинским, то есть мы ищем блуждающий нерв, его не так просто найти и выставить. Потому что, если углубленно говорить, то это очень много и долго. Психосоматика дает возможность исцеления вплоть до внутреннего состояния, то есть выброс этой эмоции, застрявшей через дыхательную практику. И поэтому это очень интересно. И дает эффект, да, очень хороший? Да, сразу. То есть, если, например, человек приходит на первый сеанс, я всегда говорю, что бывает такой вариант, что мне не нужно курсом 10 дней. Но три сеанса человек должен обязательно прийти. Почему? Потому что первоначально ты находишь первопричину. Но для того, чтобы ее найти, человека нужно расслабить, потому что он в течение всего периода времени, он спазмированный. И когда дает возможность мышца уже расслабленная, тогда работать проще. Второй подход моей сессии — это уже непосредственно работа на психосоматику. То есть, как я говорила, изначально найти блуждающий нерв, выставить его, куда он направлен, потому что он везде. И третье — силовые линии, они дают включение мышечной системы. То есть, у человека может отключиться голеностопная, да, икроножная. Не работать ягодичная мышца. Если не работает эта мышца, то нагрузку берет поясница. Но поясница не может тянуть, она включает грудиноключичную, сессовидную. То есть, поэтому вы, наверное, наблюдали со стороны, когда люди идут и их заносят вот так, да, бочком. И как бы, ну, как объяснить? И кинезиология дает возможность выставить осанку, выпрямить человека. И человек идет просто ровно. И вот это состояние, можно, да, я покажу? То бишь, вот это. Или у нас сейчас 21 век, да, все дети у нас где? В телефоне. В телефоне. И работа у людей сидячая. И, естественно, мало движения. И поэтому застой лимфы он неизбежен. И если становится лимфа, страдает вся, вся, вся структура, вплоть до нервной. Поэтому здесь немаловажно делать большой акцент на лимфу, отток лимфы. Поэтому если я беру уже комплексно, почему я называю это общеоздоровительный? Потому что одно без другого не работает. И вот этой методикой, ну, то есть программой, которой я сейчас работаю, я веду на пролонгацию долгих лет. Ирма, ну, обычно, вот, когда мы приходим на массаж, там, процедуры те же самые, да, прописывают, уколы, комплекс. Это все предусматривает, ну, в течение, как минимум, недели, 10 дней. А вот этот комплексный подход, про который вы говорите, сколько дней понадобится, чтобы человек, ну, перестал, вот, перестал болеть поясницы, расправил спину, стал себя ощущать по-другому? Сколько времени на это нужно? Во-первых, каждому человеку у меня подход индивидуальный, потому что они бывают все одинаково. И еще раз, бывают люди, которые, вот, если, например, первоначально пришел человек, и я могу устранить боль, вот, то есть болит спина, он встал, не болит. Но это не значит, что это все. То есть снять блоки, спазмы и отпустить, то есть расслабить структуру, естественно, ему становится легко. И поэтому некоторые от радости, да, там все, они болят, я счастливу, до свидания. Поэтому нет, я просто хочу, вот, как сказать, для того, чтобы получить действительно общий, оздоровительный и комплексно, когда я подхожу, это психосоматика, кинезиология, да, и мышцы фазы. Я не работаю с позвонками, я ничего не смещаю. Поэтому три сеанса — это прям стабильно. Почему? Потому что после того, как проведу вот этот весь процесс, мне нужно включить мышцы. Они должны работать. Для этого даются определенные упражнения. То есть я всегда говорю, есть 100%, и я вам сделаю 97%, но 3% на вас. Потому что за вас я не буду пить воду, за вас я не буду делать упражнения. И фишка в том, что каждое упражнение индивидуально для него. То есть нету такого стандарта. Потому что если ему говоришь, вот это, вот на эту проблему нужно делать именно вот это, потому что были такие случаи, что ребята, которые ходят в спортзал, он качает мышцы пресса. Но фишка в том, что он закачивает мышцы, поясничный отдел. То есть у него живот не убирается, пресс не качается, а поясница отваливается. Поэтому его направляешь, то есть включаешь ему, если это, еще раз повторюсь, там в основе это из 99, мне кажется, и 9% у людей, которые не осознают, что у них не работает ягодичная мышца, или там это отключено. Потому что у нас это в медицине МРТ не показывает. То есть это дает направление именно кинезиологии. Ты тестируешь, ты понимаешь и выставляешь. Если ты проработал, выставил структуру таза, выставил осанку и включил всю, каждая мышца выполняет свою работу, человек счастлив. Конечно, счастлив. И поэтому я, например, объясняю. Вот смотрите, люди, которые привыкли, которые ходят на массаж, они привыкли, что нужно 10 сеансов, да? Вот он походил, а потом он целый год опять убивает свое состояние, потом вспоминает, что надо еще, да? Нет, я всегда объясняю так. Смотрите, вот если убрать первую причину вашу, если вас научить, как правильно делать упражнения, поддерживать себя в форме, не обязательно бегать в тренажерку там качать. Такие простые упражнения, ну, что ребенок, что пожилой человечек справляет с этим. Нужно приучить себя к тому, что в периоде, вот как вы ходите, например, ну, грубо говоря, в магазин. Каждый день? Не каждый день. Вы же в магазине берете определенный какой-то продукт, ну, например, давайте возьмем красную икру. Вы же не каждый день покупаете? Да, нет. А вот так, да? Вот, ну, надо, захотелось там. То же самое. Человек должен приучить себя хождению к массажисту в плане того, что это необходимо разминать, потому что если еще тем более сидячая работа, пусть это у вас будет раз в неделю, пусть это у вас будет два раза, но по возможности кто как себе может позволить. Специалистов очень много, направлений очень много, и по-разному люди воспринимают массаж. Чем отличается моя методика? Я работаю как телесный практик. Почему я беру такой большой объем? Еще раз повторюсь, психосоматика — это эмоции, которые ломают тело. Кинезиология — это первая причина, от чего болит. И когда ты соединяешь это в общее, получается, что ты работаешь с человеком на все структуры. Сейчас идет уже массаж внутренних органов, да, то есть я постоянно учусь. Ну, то есть мне интересно, и мне нравится, и я люблю свою работу. Поэтому, понимая то, что если смещен желудок, если печень уже, ну, извините, накопила весь этот негатив, то вы же знаете, что многие страдают, да, изжога желчной. Всего лишь нужно выставить правильно орган, то есть он смещен. Для этого опять, чтобы понять, на месте у вас печень, либо сдвинуть желудок, опять позволяет кинезиологический тест. Поэтому даже сегодня я могу это протестировать и показать вам визуально, как это действительно... Прямо на мне? Да. Ну вот, дорогие друзья, я готова пожертвовать собой, чтобы мы убедились действительно, как работает практика, которую нам показывает наша хозяйка. Ой, на какие жертвы только ради вас не пойдешь. Я готова. Ну что, дорогие друзья, прошла я тест. Это было очень интересно. Но чтобы вы понимали, как это работает, наверное, покажем вам еще раз, чтобы вы убедились, что это такое кинезиология, силовые линии и психосоматика. Ирма, мы готовы показать нашим зрителям, что вы со мной делаете. Да, это будет краткий тест. Мы сейчас протестируем, каким образом можно понять смещение желудка, да, либо печени. Но в данный момент это будет желудок. Дайте мне вашу ручку. Мы просто удерживаем ручку, да? Или сейчас двумя пальчиками ее вывожу на себя, а вы удерживаете. Поехали. Чтобы вы понимали, друзья, это совсем не больно. Это мягко, как кошечка поглотила. Смотри. Два пальца. Удерживай. Видишь? Включилась. Ну, а для того, чтобы зрители понимали, может, что-то не то, давай обратно уберем, где оно было не на месте. Удерживай. Ой. Не работает. Да. Ну, вот на самом деле это не фокус. Я ничего специально не делаю. Удерживаю. Все, включилась. Ну, желудок на месте. Ирма, вы волшебница. Спасибо. Ну, большинство женщин все-таки хочет быть красивыми. Вот морщины на лице, овал лица поправить можем? Можем. Сейчас вот за этот сеанс, буквально там 15 минут уйдет, мы с тобой, у нас вот здесь имеются носогубки, вот здесь у нас есть мешки, синюшность под глазами, глазки внутри ямок запавшие, а лобная мышца натянута вот сюда, поняла? Да, то есть у тебя вот такое навязание. И я сейчас делаю бровные дуги под ними, бровки наверх, здесь у нас с тобой подтянется, ну и результат будет... Налицо. Налицо. Поехали. Твоя задача улыбаться. И что-нибудь рассказывать. Результат. Рассказывай зрителям. На лице будет налицо. Приятное ощущение, да. Можете бы вот как прачи что-то рассказать, почему происходят морщины и могут люди их исправить? Давай начнем с того, что откуда берется лобная морщина. Вот видишь залом здесь? Во-первых, за счет того, что если у человека в основе независимо сидячая работа или нет, да, помнишь, про психосоматику вернемся, то есть почему говорят глаза это зеркало души, они все могут сказать. И когда идет лобная мышца, срастается панцирь, вот здесь вот, да, то есть, как я говорила, скальп. Индейцы придут, разочаруются и уйдут. Снять нереально, говорят, он прирос. И лобная мышца, она уходит вот сюда, потому что лестничная элеменная мышца шеи голову выводит вперед. Ну, то есть голова впереди. И что получается? Бровки у нас вот сюда, глазки впадают. Тут, естественно, идет застой лимфы, потому что вот здесь лимфоузлы, их нужно освобождать. Освободить, почему мы проработали аминозный угол. Вот здесь, помнишь? Вот это начало, это самая основа. Если есть куда сливаться жидкости с лица, почему люди отечные бывают, если есть воронка, куда будет сливаться, то не нужны угольчики, можно ходить на массаж и поправить всю ситуацию. То есть, Ирма, смотрите, не обязательно бегать за дорогими косметическими услугами, лучше пойти подделать массаж лица. Правильно я понимаю? Косметические услуги, конечно, они тоже рознь, да? То есть, то ли дело вам витаминчики покорят, там кожу поправят, еще независимо, что у вас в коже. И я не говорю, что не надо этого делать, но при возможности лучше это сделать естественно, да? То есть, укрепить мышцы лица. Все, здесь больше не надо. Но если обколоть это ботоксом, то эта мышца уже мертвая. И с такой работать, я не вижу смысла. Поэтому иногда я девочкам, особенно у которых в битой нити, я отказываю, я не работаю. В общем, да, вы хотите быть красивыми, делайте массаж лица, хотите к специалистам. Ну все, Оля, мы закончили. Теперь я дам вам зеркало, и вы увидите. Мне страшно немножко. Честно говоря. Пожалуйста. Это я? Ну да. Нет, это не я. Еще раз. Где брови? Где отеки? Улыбка. Вот это да. На самом деле, конечно, результаты у меня испугали. Я не знала, что я такая красивая. Очень красивая. Спасибо, Ирма. Спасибо вам. И на здоровье всех, глава. После таких процедур, изменения заметны не только на лице. Просыпается весь организм. Ирма, вы действительно настоящая волшебница. Я по себе ощущаю, у меня плечи ровно, легкость во всем теле. Надеюсь, я приду домой, мои домашние скажут и коллеги, что я помолодела на 10 лет, потому что мне так показалось. Поэтому вам огромное спасибо за ваше терпение, за ваше умение, за ваш профессионализм. А нашим зрителям я хочу сказать, ищите настоящих профессионалов, проверенных, обращайтесь к ним и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова